Ну, лично меня, как юриста, несколько удивляет следующий момент, что обладая твоим телефоном, все здесь знают твой телефон, тебе зачем-то отправляют какие-то телеграммы, которые по адресу, где ты не проживаешь и не зарегистрирован, и пытаются сказать, что ты как бы уклоняешься от визита. Да, и говорят, что это в базе данных. А дальше, а сейчас вообще удивительная вещь, то есть нас пытаются задать вопросы по видеоролику, но этот видеоролик не показывают, говорят, ну вы ответьте, мы его здесь и писали. То есть как можно ответить по видеоролику, его не видят, то есть любой юрист понимает, что чтобы что-то спросить, нужно представить на обозрение, вот видеоролик, пожалуйста, посмотрите. Да, следующий вопрос, это вы на данной минуте, на данной секунде, да я или не я, что происходит, то-то происходит, вы едете на этой машине, что с этой автомашиной и так далее. А ответить на вопросы, не видя видеоролика, то есть это мне кажется немножко странно, ну может быть. Как минимум. Как минимум, да, может быть. Но надо еще подчеркнуть, что сотрудник не этого подразделения. Ну здесь много странностей, но я просто какие-то такие самые явные, которые меня... Нет, ну а тебе не кажется, что мы пришли в Северный округ, а сотрудник, с которым мы сейчас разговаривали, где-то в машине. Нет, у меня еще, кстати, вопрос. Смотри, тебе отправили телеграмму, вот я посмотрел специальную телеграмму, она стоит 350 рублей. Да. 350 рублей. Да. Можно было взять телефон, позвонить, тебе пригласить. Да, дешево. А можно было потратить 350 рублей. Государственных денег. А дальше возникает вопрос, это государственные деньги или негосударственные? Если негосударственные, да, то на каком основании сотрудник тратит деньги свои личные? Может быть, у него денег больше, да, чем он, потому что зарплата, ты как бы это... Представляешь всем, если рассылать телеграмму за свой счет? Тоже вопрос как бы такой странный. Ну и количество сотрудников, которые занимаются тобой, меня тоже удивляет, я такого не видел никогда. То есть это как минимум, ты должен быть какой-то там вор в законе, наверное, да, там, или там просто там террорист какой-то, или, не знаю, там, спецагент, там, каких-нибудь служб. Поэтому... Ну, то есть ты еще никогда не встречался, да, чтобы тебя пригласили в одно место, а там же был сотрудник другой радио? Нет, я встречался, когда человек подозревается в особо тяжком преступлении, есть основания, что он скроется, что он совершит еще там ряд преступлений. Такое может быть, да, чтобы предотвратить какие-то дарейшие действия. Ну, кстати говоря, тоже только что, вот, когда мы с тобой подъехали, ты мне не дал совершить нарушение правил дорожных движений. Да, да, ну потому что в ней разметки, ничего не видно, понимаешь? Да, припарковаться в неположенном месте, вот, поэтому, ну, будем смотреть, что будет дальше происходить. Сейчас, видимо, какой-то возник момент, когда нужно, наверное, позвонить с руководством, проконсультироваться. Ну, видимо. А у вас-то ведь такая же ситуация-то, да, по документам, или хуже? А вы уже не пишете, да? Ну, вы уже остановились. Ну, я так понимаю, такая же ситуация, как там, по документам-то, да? Мы уже находимся в нашей подготовке. Ну, да. Одинаковая, да, по документам. Ну, и так непонятно, и так непонятно, да, как делать? Делать как понять. Да нет, в законе же предусмотрено, как нужно сделать. На самом деле, все просто. То есть, нужно задать конкретный вопрос. Просто, понимаете, я так понимаю, что вы, как бы, с этим сталкиваетесь сами, наверное, впервые, да? Поэтому, в общем-то, и не очень, как бы, себя комфортно чувствуете. Но с процессуальной точки зрения здесь все очень просто. Если человеку представляется... С процессуальной, вы имеете на уровне процессуальный кодек? Я имею в виду вообще процедуру, да, процедуру. Но административный кодекс вы процедуру не описываете. То есть... А с административно-профессионального кодекса? А, правильно. Я это представлено. Если касаемо какой-нибудь уголовного дела, мы абсолютно полностью согласны, все действия прописаны, все стадии процесса прописаны в отдельном нормативном правом документе кодексе. То есть, правильно ли я вас понимаю, что поскольку это не прописано, можно делать все, что угодно? Это неправильно. То есть, вместо того, чтобы человеку представить... Это можно трактовать по-разному. Не, ну вы согласны, что неправильно представлять человеку, значит, один материал, а задавать вопросы... Я думаю, что... Но это просто даже с точки зрения логики. Я думаю, что с точки зрения, если эти вопросы задаются лицу, в отношении которого ведется производство, я с вами полностью согласен. Если с точки зрения определить, подделка это, не подделка, было событий, не было свидетелю, то вполне достаточно этих вопросов ответить на них. Да, нет, или вообще не отвечать, воспользуясь своим правом статьей. Нет, а мы не хотим на данный момент отказываться от дачи, потому что Эрику скрывать нечего. Мы готовы ответить на любые вопросы, но в рамках закона. Вы можете это понять? Хотелось бы, чтобы закон соблюдался хотя бы в этом. Уж мы не говорим о выезде, там, куче машин, о слежке за мной и так далее. Мы уже молчим про это. Пока. Ну, хотя бы здесь. Ну, столько времени было приготовиться. Мы могли бы и юриста посадить, спросить, ну, мы хотим, там, докопаться до Давидовича. Давайте правильно, грамотно составим документы. Ну, хотя бы документы правильно составим. А получается, сотрудники, блин, с двух подразделений... Я первый раз в жизни прихожу в подразделение ГИБДД и вижу камеру на сотруднике, именно на том, с которым я разговариваю. Вы понимаете, что это смешное? Вы включили камеры, вы включили вот здесь вот камеру, вон у вас видится. Вы включили вот эту камеру. Вы можете понять... Он же должен знать о том, что здесь происходит. Нет, ну, послушайте, ну, господин Коваленко может точно так же позвонить, вызвать к себе, да? Ну, вообще, раз уж на то, что... Слишком мелкие муравеи для него, понимаешь? А, понял, 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 понял. Он не может приспуститься... Послушай, нет, почему-то руководители, которые были до этого, да, могли позвонить, сказать, так, Эрик Давидович, подъедьте, у нас есть вопросы. Если бы господин Коваленко сказал, Эрик Давидович, есть вопросы, я через пять минут был бы у него в кабинете. Через пять! Ну, пятнадцать, что мне нарушить? Понимаешь? Я ответил бы на любые его вопросы, которые он поставил. Ну, тут такой момент, понимаешь? Все говорят, Коваленко, Коваленко, Коваленко. Сам-то он вообще ничего не говорил. Ну, понимаешь, да? Он как бы... И тут непонятно. Это сотрудники ГИБДД подразделений лично имеют неприязнь? Или это руководство дает такие указания? Понимаешь? Вот тут раз уж так говорить. То есть, я вот хотел бы понять, если вы, конечно, ответите. Мы хотим понять, это желание вашего подразделения суперспецоперацию проводить? Или это руководство ГИБДД вам дает? Я просто не понимаю, при каком-нибудь операции... Ну, я считаю, что человек... Вот вы же мне вручали документы. Помните? Вы посмотрели этот фильм на 51 минуту? Я думаю, да. Я думаю, все знакомые, близкие, вам все позвонили. Позвонили, да. Позвонили. А лично, к сожалению, не имею в виду. А у вас выходных нету, да? Я просто далеко живу. А, да? Блин. Тромки. Понятно, понятно. Ну, посмотрите. Там, на самом деле, ну, как бы я рассказываю историю, да, что я, например, не понимаю вообще, с чего это все началось. Но я считаю, что... Почему за гражданином Российской Федерации начинается слежка по желанию кого-то? Может, это начальник вашего подразделения, ко мне претензию имеет личность. Может быть, это руководитель вот этого подразделения, ко мне претензию имеет личность. Слишком много внимания. Ну, честно. Вот я вчера, например, по новостям посмотрел, господин Коваленко заявлял о количестве нарушений выявленных. Там такие цифры, что если это правда, то это вообще просто героические какие-то поступки. Ну, то есть, там цифры нереальные. Ну, по количеству там нарушений, которые выявлены и так далее. Я хочу понять, кто хочет позадавать глупые вопросы. Ну, я думаю, у вас работы много. Ну, у вас видно, ну, как бы, что работа много, а вы занимаетесь мной, и еще не готовитесь. Ну, как-то... Ну, честно. Как-то это смешно выглядит, если честно. Без обид. Ну, вот. Вы знаете, в принципе, по закону, да, человек может прийти, написать вот вам 51-я статья, ничего не знаю, ничего не слышу, и не в курсе. Может сказать, не помню, не знаю, не помню, не помню, не помню. Все, не знаю. И все. И вопрос закрыт. Но мы хотим понимать. Мы готовы ответить на все вопросы. Мы хотим понимать, что это за церковь. Потому что в нашем понимании это церковь. Ну, честно. Вот, ничего личного. Ну, понимаете, да? Я просто как гражданин, как представитель власти говорю. Понимаете? Знаете, к нам поступает очень много, в том числе, ссылок на видеоролики от граждан. Угу. Мы на каждое обязаны реагировать, не зависит от того. А вы на каждое вот так вот реагируете? Ну, у нас регламенты, все обращения регистрируются. Ну, то есть вы хотите сказать, вы на каждое видео по вашему району реагируете. Семь машин выезжают, выставляется слежка и понеслась. То есть схема такая? Я не знаю, про какую слежку вы говорите. Я говорю про... Вы когда приехали? Про бумажную работу. Я понял. Вы когда приехали на место, на Ленинградку, вам кто-то сказал, что я там нахожусь? Мне нужно было, мне сказали, что нужно подъехать, что... А, вам просто сказали, нужно подъехать и вручить... Поскольку дело здесь находилось, проверка пойдет. А кто вам позвонил? Что значит, по мнению, кто не звонил? Нет, вы говорите, мне позвонили, сказали, подъехали. Да, позвонили. Сказали, мы не сказали. А, кто вам сказал? Ну, кто вам сказал подъехать, что Эрик Давидович находится по этому адресу, а вот нужно ему вручить бумагу. Кто этот человек? Можете фамилию назвать? К сожалению, не могу. Не можете. У нас есть старший... Ну, наверное, это сотрудник полиции, правильно? Это же не друг какой-то. Естественно. То есть, это, скорее всего, ваше... Это тот, кто знал, что вы там находитесь. Понятно. Понятно. А у вас нет моего телефона, да? Запишите? Ну, так, чтобы в будущее надо. Ну, реально, чтобы было. Да, да. Сейчас, парни, тут я просто... 10 тысяч человек.